МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кандидат исторических наук, доцент высшей школы педагогики и истории Педагогического института ТОГУ. Станислав Вадимович, в прошлое нашей программе мы говорили и закончили эту программу на вхождении, воссоединении Дальневосточной Республики с Советской Россией. Напомните нашим телезрителям об этих событиях. В октябре 1922 года с материковой части Дальнего Востока эвакуировался японский экспедиционный корпус. В ходе приморской операции Народно-революционной армии ДВР части Белоповстанческой армии были вытеснены с территории Дальнего Востока России. То есть полностью все Белоповстанческие войска ушли с территории Советской России? В основном, потому что ликвидация последних очагов Гражданской войны на Дальнем Востоке, она затянулась на еще 1923-1924 годы. А 25 октября 1922 года войска Народовера освобедили Владивосток. И эта дата считается в целом окончанием Гражданской войны на Дальнем Востоке, потому что в таких масштабах фронтовая борьба была прекращена. И спустя почти три недели, 14 ноября 1922 года, Народное собрание ДВР в Чите объявило о сложении своих полномочий и обратилось к президиуму в ЦИК Советской России принять Дальневосточную Республику в состав РСФСР. И на следующий день, 15 ноября, Дальневосточная Республика была возвращена в состав Советской России. То есть цель, которая стояла перед ДВР, а именно невоенным путем вытеснить японских интервентов с Дальнего Востока и освободить Дальний Восток без военного конфликта с Японией, она была достигнута. То есть вы считаете, что вот это решение о создании Дальневосточной Республики оно было совершенно верным на тот момент, когда оно принималось? Безусловно, оно позволило сохранить Дальний Восток за Советской Россией и не допустить войны с Японией. Потому что в 1920 году, когда создавалась ДВР, назревала война с Польшей, не были разгромлены войска Врангеля в Крыму и допустить открытие Третьего фронта на Востоке. Здесь еще у нас, на Дальнем Востоке. Да, на Дальнем Востоке. Это было практически недопустимо. Это означало новый виток интервенции и серьезные проблемы, которые могли окончиться фатально для Советской России. Дальневосточная Республика вошла в состав Советской России. Что произошло на наших землях, на которых мы сейчас с вами живем, на территории Хабаровского края потом? Само вхождение Дальневосточной Республики в состав Советской России необходимо расценивать в более широком контексте. Прежде всего, спустя полтора месяца после этих событий был создан Советский Союз. И благодаря вхождению ДВР в состав Советской России, благодаря воссоединению, Советский Союз приобрел статус Тихоокеанской державы и в дальнейшем на всем протяжении его существования за собой закрепил и сохранил. Что же касается японской интервенции, то японцы ушли с Северного Сахалина все-таки в 1925 году, в апреле месяце. И ушли не просто так, а до 1944 года на Северном Сахалине были японские концессии по разработке нефти и угля. То есть, здесь еще очень важен пласт международных отношений. В 1925 году были восстановлены отношения СССР и Японии. И был урегулирован вопрос о пребывании японских войск на севере Сахалина. Кроме того, как только Дальневосточная Республика стала Дальневосточной областью, то на ее территории начали происходить несколько важных процессов. Первый процесс – это процесс советизации ДВР. Бывший ДВР. На территории Дальнего Востока стали возникать советы разных уровней. И этот процесс завершился в 1925-1926 годах, когда вместо Дальревкома, чрезвычайного органа, систему советов, созданную в это время, увенчал Дальневосточный Краевой Исполнительный Комитет Советов. А Дальневосточный Высший Партийный Орган Дальбюро ЦК РКПБ был заменен на избранный Дальневосточный Крайком ВКПБ. То есть мы видим, что процесс вхождения Дальневосточной области, Дальнего Востока в формат Советской России, Советского Союза, он занял несколько лет, потому что нужно было привести в соответствие законодательство, выстроить органы власти. Учитывая, что обстановка на Дальнем Востоке отличалась от той, что была в Советской России, и даже новая экономическая политика на Дальнем Востоке происходила иначе, чем в Советской России. А вот расскажите немножко нашим телезрителям, какие были основные различия между общей обстановкой во всем Советском Союзе, тогда уже он был создан, и здесь, что было у нас здесь, на Дальнем Востоке? На Дальнем Востоке в годы Гражданской войны не было продразверстки, не создавались комитеты бедноты, не было продовольственной диктатуры, и в принципе не проводилась политика военного коммунизма, которая очень серьезно повлияла на социальную структуру Советской России, на экономику, на уровень государственного присутствия в экономике. И если в Советской России в период НЭПа открывалась дверь для частного капитала, то на Дальнем Востоке, наоборот, шло наступление на капитал, и на иностранный капитал, и на отечественный капитал, расширялся государственный сектор, то есть происходили противоположные процессы тому, что происходили в Советской России. А Дальневосточную Республику иногда называют опытным полем НЭПа, то есть новая экономическая политика, ее механизмы были отработаны в Дальневосточной Республике еще до того, фактически, как они в 1921 году, в марте, нашли свое воплощение в решениях съезда РКПБ и в курсе на новую экономическую политику. То есть можно сказать, что флагман экономического развития страны Дальний Восток был и гораздо раньше, то есть не только сегодня он является, но тем не менее и даже в 20-е годы. Ну, надо сказать, что в 20-е годы Дальний Восток и в Советской России, и в Советском Союзе, да, если мы имеем целиком весь Советский Союз, приобрел совершенно особенное значение. Дело в том, что во второй половине 20-х, 30-е годы развитие Дальнего Востока шло очень высокими темпами по нескольким причинам. Первая причина – это необходимость укрепления обороноспособности Советского Союза на Дальнем Востоке. В 1931 году Япония перешла к захвату северо-восточного Китая. Была оккупирована Манчжурия, создано марионечное государство Манчжоуго. И в результате Манчжурия стала плацдармом, с которого милитаристская Япония стала готовить нападение на Советский Союз. Вместе с тем, Дальний Восток был территорией слабо заселенной. Необходимо было увеличить плотность населения в регионе. К тому же Дальний Восток зависел от привозных, продовольственных и промышленных товаров. То есть необходимо было не просто переселять сюда население, но и развивать промышленность, сельское хозяйство, транспорт, торговлю и многое другое. Ну и разумеется, еще один важный фактор – «Просыпался Восток». Одна из знаковых песен в Китайской Народной Республике, она так и называется – «Алеет Восток». То есть это период подъема национально-освободительного движения в Китае, в Корее, в Индокитае, вообще в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И Советскому Дальнему Востоку в этом была уготована очень важная роль. Дальний Восток был той территорией, которая сопривасается с территорией азиатских государств, и поэтому его развитие, оно, безусловно, рассматривалось в контексте роста мировых процессов. То есть мы видим, что то, что происходило в Советском Союзе на Дальнем Востоке в 20-30-е годы, а именно – индустриализация, перестройка сельского хозяйства на коллективных началах, то есть коллективизация, культурная революция. Все это, по сути дела, преобразовывало облик региона. Более того, на Дальнем Востоке создавалась новая промышленная база. Вот, например, строительство города Комсомольск-на-Амуре возникает вопрос, почему нужно было создавать город глубоко в Тайге, практически на месте села Пермское, но далеко от основных транспортных путей. То есть главная транспортная артерия, связывавшая Комсомольск в первые годы его существования – это Амур. Ответ прост. Если мы посмотрим на карту Дальнего Востока, Хабаровск, Благовещенск, тогда Ворошилов-Уссурийск, Спаск, Владивосток – все эти города находятся в непосредственной близости к границе Советского Союза и оккупированы японцами Манжоуго. А Комсомольск-на-Амуре – город, который располагается глубоко в Тайге, вдалеке от границы, а значит и от непосредственной военной угрозы, которая могла бы ему представлять. То есть мы видим, что в 30-е годы Дальний Восток действительно преобразился. Возникли новые железные дороги, возникли новые предприятия всесоюзного значения. Вот если, Станислав Владимирович, извините, что вас перебиваю, если рассмотреть вопрос развития промышленной базы нашего региона и Комсомольск-на-Амуре, как флагман развития вот этой промышленной базы, когда все началось? – 1932 год, май месяц, в село Пермское прибывают первостроители Комсомольска-на-Амуре. И Комсомольск-на-Амуре к концу 30-х годов – это уже не село Пермское с 52 дворами, насколько мне помнится, а 70-тысячный город в Тайге, где выстроен авиационный завод, судостроительный завод, где есть предприятия культурной сферы, предприятия связи. То есть полноценный город, который за первую-вторую пятилетку вырос среди дальневосточной тайги. – И как раз эта промышленная база и дала ту основу для производства военной техники и не только техники во время Великой Отечественной войны. Вот у нас есть небольшая подборка архивных фотографий. Я попрошу сейчас выдать их на ваши экраны, уважаемые телезрители. – Да, завод Амурсталь. Его начали строить еще до Великой Отечественной войны. В 1942 году он был введен в эксплуатацию. Крупнейшее на Дальнем Востоке предприятие по выпуску стали. Вот как раз-таки тоже военные годы. Сбор металлолома, на котором в том числе работала Амурсталь. Амурсталь – это один из видов сырья для того, чтобы выплавлять сталь. Строительство, стройка 500, знаменитая стройка 500, железнодорожная ветка, пивань, советская гавань или комсомольск-советская гавань, выход к Тихому океану. Вот первый поезд, который идет по этой ветке. В рекордные сроки она была выстроена и связала Комсомольск-на-Амуре с советской гаванью, с Тихоокеанским портом. Это как раз-таки производство фугасных снарядов на одном из предприятий Хабаровского края. Как мы видим, производят эти фугасные снаряды подростки, поскольку в годы войны подростки были как раз-таки той самой силой, которая заменила взрослых, ушедших на фронт. Равно как и женщины, и пенсионеры, вернувшиеся из заслуженного отдыха. То есть страна действительно работала, было высочайшее напряжение сил. А если вернуться в 30-е годы, то не только Комсомольск-на-Амуре стал городом, который мог работать в дальнейшем на оборону. Это еще и был Хабаровск. В 1934 году были пущены первые цеха завода номер 83, и рабочие этого завода в Хабаровске обратились к Максиму Горькому с просьбой назвать завод его именем. Максим Горький ответил, дал свое благословение, и более того, в своем письме написал, цель вашей работы прекрасна. Эта фраза до сих пор находится на территории завода. Когда-то она встречала тысячи рабочих в начале своего трудового дня, когда они входили на территорию завода каждый день. Сейчас это только название микрорайона нашего города? Сейчас это название микрорайона, к сожалению, завод имени Горького переживает очень тяжелые времена. При этом завод имени Горького изначального профиля это авиаремонтный завод. Он был заводом-смежником 126-го завода Комсомольска-на-Амуре. То есть сейчас это КНААС. Кроме того, в Хабаровске также был судоремонтный завод, где не просто производили корабли для военно-морского флота, где фактически доводились до кондиции подводные лодки, которые собирались в Ленинграде, потом они перевозились в Хабаровск, а отсюда уже вставали на вооружение этих океанского флота. Вот эти все предприятия, они, конечно, повлияли очень сильно на стратегическое положение нашего Дальневосточного региона. А если вот упомянуть коренное население при Амуре, как жители, которые здесь родились и исконно занимали эти земли, относились ко всем происходящим переменам. Потому что они же были безумно далеки от любого промышленного предприятия, от работы, от коллективного колхоза. В конце 1920-х годов началось активное вовлечение коренных жителей при Амуре в процессы индустриализации, коллективизации, культурной революции. При этом надо отметить, что большую роль в этом деле сыграли красные юрты. В 1929 году первые красные юрты возникли. Большую роль в этом движении сыграла Александра Путинцева, человек, с которым связано во многом приобщение населения при Амуре, коренных народов Амура, к новой советской культуре. Надо отметить, что изданы ее дневники, они так называются дневники красной юрты. В чем состоял смысл деятельности красных юрт? Научить коренное население грамоте, научить основам гигиены, способствовать реализации прав, которые имели жители при Амуре, в частности женщины, которых продавали, когда они были в раннем подростковом возрасте, замуж. Или, например, распространять знания об акушерстве. Роды происходили в жутких антисанитарных условиях. И вот Александре Путинцевой приходилось не просто руководить красной юртой, но и показывать на своем примере, как элементарно соблюдать санитарно-гигиенические условия, как вести себя в быту и встречать противодействие тех, кто был этому недоволен. То есть, если взять в целом коренное население при Амуре, есть свидетельства, как относились к приходу советской власти? По-разному. Для молодежи и для людей, не очень обеспеченных, это была, безусловно, надежда, реализация их надежд на лучшее будущее. Открылась фактически дорога для участия в общественной жизни и для, в принципе, образования для женщин. Но, безусловно, были против зажиточные слои, были против шаманы, потому что приход врачебной помощи, приход образования подрывал власть шаманов. И, безусловно, Александра Путинцева получала в свои адресы угрозы и сталкивалась с угрозами физической расправы. Но это бесстрашно. И, безусловно, талантливая женщина смогла преодолеть все невзгоды. И для многих сотен жителей Низовьев Амура стала вот такой вот второй матерью, покровительницей. Надо сказать, что она дала дорогу в будущее очень многим представителям будущей нанайской интеллигенции. Она в дальнейшем работала в Ленинграде, в Институте Севера и способствовала тому, что представители коренных народов находили путь в образование, в науку, в культуру. Кстати, в 1943 году в Хабаровском педагогическом институте, то есть в тяжелейшие годы войны, был создан факультет народов Севера для того, чтобы, обучаясь на факультете народов Севера в педагогическом институте, представители коренных народов Преамурья возвращались домой с образованием и могли нести свет просвещения своим соплеменникам, своим землякам. То есть это была действительно огромная работа. Более того, появилась письменность у коренных народов. Сначала она была латинской, в конце 30-х годов произошла кирилизация письменности. То есть для коренных народов Преамурья открылся путь в большую советскую культуру и еще более в мировую культуру. Многие люди, которые тогда нашли свой путь в это время, они в дальнейшем стали известны на весь Советский Союз и даже на весь мир. Наверное, если вот это все обобщить, еще раз прошу прощения, что я вас перебиваю. Участие советской власти в жизни коренных малочисленных народов Преамурья, оно, конечно, оно более положительно, чем даже, может быть, если взять какие-то факторы, утраты элементов культуры. Естественно, при вхождении в состав более большого народа и огромной страны, может быть, какие-то, конечно, элементы культуры утрачиваются. Но, тем не менее, те возможности, которые получили люди, жившие исконно на этих землях... Я вам скажу даже больше. Вот мы с вами, когда учили в школе, одно из наших с вами любимых произведений, я более чем уверен, это были амурские сказки. Да. Амурские сказки, которые как раз-таки мы, представители русского населения, впитывали как элемент уже своей культуры, находясь на Дальнем Востоке. Причем амурские сказки, мы все прекрасно их помним, и сейчас это достояние не только народов Амура, достояние всех дальневосточников. Да, всей нашей огромной страны. Да, и всей нашей страны, конечно. То есть был еще обратный пример. Да, Станислав Вадимович, к сожалению, вот время нашей программы подошло к концу. Спасибо вам большое за интервью. Я думаю, что в следующей программе мы продолжим такой очень интересный ваш рассказ об истории нашего региона, посвященной его 85-летию. Спасибо. Спасибо вам большое. Уважаемые телезрители, вы смотрели телеканал 6 ТВ. Актуальное интервью. Оставайтесь с нами. Спасибо.